Ну что, Никачка, расскажи мне, пожалуйста, была ты когда-нибудь на концерте группы «Пятница»? Никогда не была? Что-то стесняюсь, уже 24-й влог. Я отвыкла, пока в Болгарии была от этой популярности. Следующая. А эту можешь подержать? Да. Ты даже много, наверное, отпила. Ну, не доливай. Ну-ка, давай свою теперь. Эту держи. А ты что, не отпила, что ли? Да, вон же. Отпивай. Дело будет. Любители Кока-Колы. Вадима. Ну, с пятницей. АПЛОДИСМЕНТЫ Лекомер борода зажигает города. АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕТРИ СУДА. ПАДАЕМ, 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 ПЕД! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ РОССА АПЛОДИСМЕНТЫ СМЕХ Играет музыка Играет музыка Играет музыка Розыгрыш в ютюбе В ролике был он у меня по паракорду Объявил я значит это все В другом ролике по плетению из паракорда Ну а для того, чтобы вы не думали Что я всех обманул То вот я собственно собираю Посылочку вот этому победителю Он у нас из Беларуси Вот как зовут Вам показывать не буду Потому что у него ник такой страшный а ими не очень вот и уезжает беларусь значит у нас браслет значок любомир борода которых осталось буквально штучки 3 вот и значок джонни зигер несколько наклеечек я думаю идти долго не будет до беларуси и постараюсь проводить такие розыгрыши почаще вы главное смотреть побольше а я и проводить буду почаще а пока чеки стал надо сейчас фишку дам друзья сегодня мы находимся на николаевском пивном крафтовом фестивале вот народа пока не очень много но сюда съесть съехались мини пивоварни и домашние пивовары вот которые варят интересное пиво на входе здесь дают вот такой вот бокалы дегустационные и фишки 5 фишек которые можно обменять на пиво можно подходить в разные к разным пивоваром в разные пивные красный пивоваром короче и обменивать каждую фишку на 100 грамм дегустировать а если хочется побить больше то можно уже приобрести за свои денюжки а что вам какие ассоциации у вас с ароматом это воняние у вас проблемы возникают я была и на западе за счет этого не помню короче мы созрели для того чтобы пофоткаться бородатыми мужиками мы собираем всех бородатых чуваков сейчас будем делать фотографию с нашего пивного фестиваля такой фестивальчик на самом деле крутой вот единственное что плохо то что народу подтянулось мало наверное испугались погода потому что и дождичек поливает как бы да и пасмурно достаточно но и не приехало несколько там пивоваров которые обещали приехать поэтому получился такой маленький уютный с определенным количеством народа но очень клевый сейчас вот пивовары ходят друг у друга пьют пиво как бы общаются это это классно это первый опыт для нашего города и он я считаю что должен был быть как бы как уж он получился на думаю те кто были тем все понравилось а те кто не были пусть завидуют на самом деле все реально очень прикольно и круто даже несмотря на какой-либо дождик потому что и пиво вкусно и люди очень интересные в плане общения и локация очень хорошая и музыка классно играет ну собственно все очень так в кайф и я бы сказал что не то чтобы прям очень мало народа просто народ приходит потом он уходит вот приходит следующий народ и все время покажется что народу но маловастенько конечно ну а с другой стороны эти когда придет куча народа все будут друг другу мешать стоять в очередях ты будешь ждать какое-нибудь место за столом чтобы тем можно было присесть друзьями это тоже свою очередь иногда как бы обламывает поэтому сегодняшний фестиваль крафтовый пивной фестиваль патрике в николаеве ну я считаю что удался друзья привет только что снова почта забрал новую фурнитурку сейчас я попозже распечатаю вам покажу но скажу сразу что это сделаны из стали небольшие молоточки тора такие топорики я бы сказал они не настолько конечно там навороченные как вся моя фурнитура но в то же время это минималистично очень практично потому что нержавейка все-таки и чем хорошо то что нержавейка она дешевле чем мы делаем бронзу ювелирную серебрим и поэтому я смогу снизить стоимость своих браслетов на среднюю стоимость почти в два раза ну и соответственно наверное больше народу сможет позволить себе приобрести модный аксессуар собственно распаковал посылку сейчас покажу я просто бегу у меня много дел не могу сесть чтобы показать рассказать подробно поэтому буду все делать на ходу кстати код такой вот молоточек у нас сделан классно прикольно сделан специально для того чтобы внедрять его в изделие из паракорда поэтому я думаю замутим сейчас поэтому я думаю ближайшее время замутим что-нибудь интересное еще бусинки вот такие появились у меня бусинки тоже сейчас так вот они они тоже из нержавейки вот можно туда пропустить сразу четыре жилы опять же это отличное решение для всяческих темляков бусина нержавейка сами понимаете может таскать где угодно и она все время в порядке ничего не окисляется и классная как бы такая тема плюс она выполнена в таком интересном стиле я поставил там скандинавском орнаменте поэтому ждите мои новинки я думаю вам понравится пришел на работу в офисе ужасно жарко потому что что выходные были суббота воскресенье кондиционер не работал окна закрыты и соответственно на улице лето поэтому сейчас такое прям аж потеть потеть начал вот но сейчас кондиционерчик включил кофейку еще хряпну и думаю баланс восстановится можно будет работать вообще я хотел сказать вам такую вещь как вы наверное заметили да то что вот вот часто в моих влогах мелькает мелькает всякие фестивали концерты тусовки вечеринки и все это сопровождается употреблением алкоголя пива каких-либо других напитков но я бы не сказал что это употребление чрезмерное но все-таки она присутствует я у меня если заглянуть немножечко назад как бы в историю раньше возникали такие были даже серьезные сложности с алкоголем вплоть до того что мне приходилось прекращать бухать полностью на несколько лет вот потом когда я переехал уже жить в украину у меня все-таки семья у меня появилась интересная работа мои хобби влечения проекты и поэтому как бы я и в принципе не выпивал а потом когда стал немножечко употреблять там тоже пиво меня все время сдерживало то что у меня есть любимое дело у меня есть любимые окружающие люди соответственно забухивать и уходить там превращаться в свинью грубо говоря у меня и но нет такой возможности это меня сдерживало и собственно я научился даже если я немножечко перебарщил вечером то на утро я стараюсь просто отлежаться но сейчас я просто проанализировал свой активный отдых так сказать и мне не совсем нравится надоело собственно выпивать потому что это ну очень сильно растягивает там тот же вечер да если мы пришли куда-то просто там повисеть отдохнуть но доходит до того то что там сидишь уже потому что тебе хочется вот еще выпить хочется вот еще поговорить и получается что приходишь домой за полночь а встаешь потом рано я почему-то всегда рано просыпаюсь и голова болит и душ вроде ты там принял и и получается так то что ты день после своего активного время провождения такого алкогольного следующий день тупо убиваешь на то что тебе ничего не хочется даже если здесь нету там какого-то сильного похмелья все равно возникает это апатия а там где апатия там нет вдохновения там нет вдохновения нет вкуса к жизни наверное так сказал и поэтому как бы там ни было какие бы там фестивали я не посещал это все прикольные интересные концерты все я буду все это также точно посещать везде участвуйте но я решил себя просто пока ограничить от употребления алкоголя в любых количествах и в любом его виде будь то пиво там и прочие как бы дела вот пока я установил себе срок на полгода я хочу провести лето в трезвом уме чтобы у меня было куча идей чтобы нарадовать вас интересным контентом интересными видосами какими-то своими поездками увлечениями и прочими интересными как бы штуками показывать как бы в кадре как мы разбавляем кока-колу с коньяком это прикольно но пусть это будет вот в этом выпуске как бы в последний раз а потом возможно я покажу такой же прикол но употреблять именно я это не буду вот так что полгода пока срок ну давайте это будет до нового в общем до нового года любомир борода не бухает ваше здоровье вот если например вы родители у вас есть ребеночек который ходит в школу то летом если вы этого ребеночка не отправили в какой лагерь и он не уехал на дачу бабушки ребеночек находится всегда вместе с вами сегодня мы вот вместе отработали а теперь вместе идем к руслану и чай руслан у нас сейчас не в чайной сегодня у него выходной он записывает трек какой-то мы решили зайти к нему чтобы он немножечко отдохнул оторвался от записи побьем с ним чеку а потом он продолжит а мы пойдем монтировать блог живут музыканты музыканты клавиши чебан что нарисовала когда я сплю покажи прикольная картинка получилась всем привет дорогие подписчики моего отца и вы знаете сколько я сегодня минут папы в офисе прорисовала а я вам на это отвечу час и 6 минут два рисунка что рисовала я рисовала девочку которая всем творчеством занимается и меня спящую короче мы руслана тут зачиферили вот женя уже решила поделать свои летние задания примерчики порешать да давай говорит папку час можно исчислить да сейчас посидим еще папа чайку немножко попьет женя порешается с вот эти моменты и обязательно пойду монтировать влог чтобы вы его увидели вовремя хух напились чаю прям так хорошо да женя аж устала говорит что вы так много чая пьете пора идти домой пили женька мороженое я вот люблю такое мороженое аж они любят такие вот льдинки замороженные фруктовые а какое мороженое любите вы напишите в комментарии в комментариях собственно подписывайтесь на канал ставьте лайки делайте репосты спасибо вам за просмотр следующий влог будем писать на природе сейчас наверно кто-то подумает что мне заплатили за рекламный пост за то чтобы я там прорекламировал программку но это совсем не так я просто вчера но наткнулся на очередной пост о новой социальной сети нимзис вот опять же как всегда скептически к этому отнесся потому что думаю блин чем нас уже можно как бы удивить дамы уже и фейсбук и там вконтакте и каких только сети соцсетей не появлялась как бы ну и люди вот как по по мне но больше всего наверное прижились к фейсбуку потому что это реально мировая социальная сеть у каждого человека в этой сети ну практически есть свой аккаунт у каждой фирмы каждый у каждого бренда да и у каждого политика и там блогер и прочих и соответственно если вы хотите грубо говоря знать обо всем что вас интересует во всем мире то вы можете просто грамотно сделал сделать свою ленту фейсбук грамотно настроить и быть в курсе всего вот что же касается немцы это очень интересная соцсеть я когда-то даже в разговоре сам со своим товарищем вот у нас была такая тема я говорю было бы классно знаешь то что вот ты идешь по улице увидел человека какого-то да и было бы прикольно если бы ты сразу мог пропалить его в соцсетях типа кто вам что ну и говорю наверное будущее за этим но мы так вроде по так по улыбались то что возможно все к этому идет но когда это будет неизвестно и тут я натыкаясь на и в принципе это как раз вот то самое будущее то есть соцсеть сделано таким образом что ты видишь людей в радиусе двух километров там где ты находишься в этом радиусе люди могут постить свои как бы картинки дадил какие-то посты это называется тропинка вот и это тропинка эти картинки эти посты сохраняются на этой тропинке как бы только в этой локации вот ты поехал куда-то в другое место ты запустил что-то еще сохраняешь на другой тропинке чем больше ты сделать таких постов тем больше получается люди тебя видят вот чем больше ты ездишь как бы там путешествуешь находишься в разных местах и постишь тем ты более расширяешь круг людей которые могут тебя опять же увидеть плюс тут нету каких-то накрученных и непонятных там псевдо людей или там каких-то ботов потому что это соцсеть сделано именно на геолокации то есть такая геолокационная игрушка плюс в в этой сети введена криптовалюта вот один ним равняется одной минуте твоей жизни то есть получается ты зарегистрировался и пошел отсчет сколько минуты в этой сети прожил столько нимов у тебя есть и плюс за привлечение друзей за если регистрируется по твоему промо-коду люди сразу получают сутки жизни то есть там 1440 нимов вот ниму нужны для расчета внутри этой социальной сети то есть для того чтобы сделать пост тебе надо заплатить для того чтобы тебе кого-то лайкнуть тебе надо заплатить тоже но каждый человек может оставить не один лайк под фотография сколько угодно зависимости от того сколько он стоит и насколько вы хотите уважить и так сказать автора поста если вам реально это нравится вы можете накидать так ему нормально нимов то есть поделиться своим личным как бы временем то есть весь ваш кошелек это ваше время накопленное в данной сети вот и все моменты все публикации расчет они все происходят в этой внутренней валюте и получается что ну штука достаточно крутая то есть рассказал про это про эту сеть совершенно бесплатно компания вот это вот и ним сос мне вообще ничего не предлагала не платила даже не знает кто я такой у меня опять же есть мой промо-код по которому если вы перейдете если вы захотите зарегистрироваться ведете мой промо-код вы получите 1440 мимов вот я получу немножко больше даже в два раза больше там вроде вот но я оставляю свой промо-код под роликом если вы его вводите при регистрации я вижу всех кто зарегистрировался потому что не начисляются баллы помимо этих 1440 мимов я сверху вам кинул после вашей регистрации еще 500 что регистрируйтесь давайте нас там будет больше это будет интересными тоже интересно понаблюдать за людьми в других локациях плюс помимо вот этих локационных моментов мы можем добавлять друг друга в друзья близкие там это называется и собственно когда мы добавляем друг друга в близкие вне зависимости от того в каком городе человек живет мы можем смотреть его посты в общем такая вот интересная сеть вот я вот я реально узнал только вчера поэтому решил с вами поделиться вот если у вас она уже есть как бы пишите в комментариях что вы по этому всему поводу думаете если у вас нету то регистрируйтесь используйте промо-код но если не хотите напишите в комментариях почему вы этого не хотите